Добрый день, уважаемые коллеги. Мы заслушали доклад Министерства финансов, контрольно-счетной палаты. 2021 год выдался действительно с экономическим и историческим везением. Хоть Юрий Александрович говорит, давайте об этом не будем говорить, когда есть о чем говорить, и дай Бог, чтобы такое было всегда говорить. Работа с федеральными органами власти принесла бюджету Республики Хакасии порядка 16 миллиардов рублей. Это и национальные проекты, это и целевая помощь, и нецелевая межбюджетные отношения. Но гораздо интереснее это проанализировать работу по собственным доходам, это налоговые, неналоговые, и какие конкретные мероприятия мы совместно с правительством, с привлечением других органов государственной власти, муниципальными образованиями провели, и которое вместе с экономическим везением позволило достичь такие результаты. Собственные доходы бюджета Республики Хакасии составили порядка 30 миллиардов рублей. Собственные доходы консолидированного бюджета, это бюджет Республики и бюджет муниципальных образований, составили порядка 37 миллиардов рублей. Это сумма на 155% выше уровня 2020 года. Сумма собственных доходов выше 2020 года на 168%. В собственных доходах важен один показатель – налог на прибыль. По сравнению с 2020 годом он выше стал в 3,7 раза, а в цифровом выражении это 10,5 миллиардов рублей. Какими мероприятиями удалось добиться такого результата? В течение всего 2021 года регулярно проводилась работа по мониторингу налогооблагаемой базы. Это постоянное совещание экономического блока правительства по уплате акцизов вместе с представителями правоохранительных органов. И, как мы знаем, эта работа дала около полумиллиарда рублей увеличение в 2021 году акцизов. И уже по итогам 4 месяцев 119% превысило показатели 4 месяцев 2021 года. Мониторинг налоговой базы не только по акцизам, но и по имущественным налогам. Это налог на имущество организации, который выплачивается в республиканский бюджет. Это имущественные платежи, которые идут в муниципальный бюджет 100%. Эта работа регулярно проводилась совместно с Министерством имущества Республики Хакасия с привлечением районов и городов. В 2021 году в этой работе стали лидерами город Сайногорск, Алтайский район, Арджиникидзовский район. В 2020 году город Сайногорск. Эта работа позволила нарастить собственные доходы и муниципальных образований, и республики Хакасия. Мониторинг налогооблагаемой базы привел к тому, что по инициативе правительства Хакасии была проведена большая работа, начиная с президента России, правительства Российской Федерации, РАО РЖД. И удалось достичь соглашения закрепления Хакасии в приоритетном порядке по вывозу угля на восточном направлении. Это сумма 8,6 миллионов тонн. Угля в приоритетном порядке закреплено за республикой Хакасия. Эта работа позволила достичь того, что за первый квартал 2022 года в бюджет Хакасии уже поступило 3,1 миллиарда рублей налога на прибыль. Это очень важная работа. Поэтому я хотел бы предложить рекомендацию, то есть продолжить работу по мониторингу налогооблагаемой базы и формированию мероприятий, которые приводят к увеличению доходной базы по результатам этого мониторинга. Хотелось привести один пример. То есть экономический блок правительства, благодаря усилиям Министерства экономики, позволил соединить кадры и кирпичный завод наш, Хакасский элемент, что в рамках одного года позволило в три раза 6,5 миллионов тонн угля до 20 миллионов кирпичей производства увеличить. Это и рабочие места, это производство, и это наша местная продукция на нашем рынке. Такая координационная работа очень важный момент для достижения результатов. Вот в ручном режиме у нас, благодаря координации именно экономического блока, 170 производителей у нас оказались соединены нашей продукцией сельскохозяйственной с крупными торговыми сетями, работающими в Хакасии. Что позволило увеличить, интегрировать и сети, и производителей, что положительно оказалось на совместной работе. Хотелось бы также в этой связи предложить рекомендацию по поиску в дальнейшем экономическому блоку правительства эффективных предложений и решений, которые позволят найти такие решения, которые будут способствовать увеличению доходной базы в республиканский бюджет. Вся эта деятельность в 2021 году позволила увеличить по сравнению с 2020 года занятость в субъектах малого и среднего предпринимательства с 57 тысяч до 64 на 7 тысяч человек увеличилось количество занятых в республике Хакасии в малом и среднем предпринимательстве. Я приведу пример. Это 13% доходов в бюджет, консолидированный бюджет республики Хакасии идут от малого и среднего предпринимательства. Помимо этого, это социальный очень большой спектр, это занятость, это трудовые места. В 2021 году произошел большой рост по выводу из тени. У нас порядка 7,5 тысяч по итогам 2021 года это самозанятые. По итогам по концу 2020 года 2,5 тысячи в республике Хакасии было, плюс 5 тысяч человек вышли из тени. Это и доходы в бюджеты, это самозанятость и это мировоззренческое ощущение легальности людей, которые занимаются бизнесом. Патентная система. Развитие нашего законодательства, совершенствование ее под экономические реалии, привело к тому, что от патентной системы увеличились доходы с 13 миллионов, более чем 100 миллионов рублей в консолидированный бюджет республики Хакасия. В 2021 году в 7,4 раза увеличился доход, который идет от патентной системы налогообложения. Хотелось бы также в этой связи предложить рекомендацию от нашего комитета продолжить работу по совершенствованию законодательства, который касается сферы малого и среднего предпринимательства с целью вовлечения их в сферу предпринимательской деятельности. В целом 2021 год сумел стать определенным фундаментом благодаря и экономическим везению, и тем ходам, которые предприняты вместе и общественностью, муниципальными образованиями, Верховным Советом и экономическим блоком правительства республики Хакасия. То есть такие результаты – это совместная работа. Хотелось бы, например, такую вещь сказать, что по налогу на прибыль, по итогам четырех месяцев, вот Юрий Александрович говорит, что как это вот в этом году сказывается, утвержденные показатели, а это показатели нашего закона о бюджете республики Хакасия, уже выполнены на 73%.